всем привет сегодня покажу вам обзор на свои фикусы собралась у меня небольшая коллекция непонятно с чего непонятно откуда ну конечно понятно да тут черенок там черенок тут увидел схватил и уже их прям вот у меня образовалось определенное количество и первый который я вам хочу показать я вам сначала их покажу все где они у меня стоят а потом соберу все вместе да и расскажу про них немножечко тоже он у меня стоит в спальне вот этот фикус он у меня часто мелькает кстати в обзорах вот этого окошко я его частенько здесь показываю очень красивые у него листики такие практически белый посмотрите как мало зеленого мне его определить помогли определить как 2 white твой вот так его мне помогли определить таким названием он мне не показал совершенно неприхотливый и очень такой интересный яркий да он очень очень яркий он прям такой пестрый пестрый что прям сразу издалека бросается в глаза и растет достаточно шустренько шустрый в росте вот просто прелесть давайте переместимся к другому вот переместились к другому фикус и этот фикус кирля облысел у меня засушил я его был такой пушистый красивый а сейчас ведь какой лысый так вот такой у меня тоже бывает ничего страшного кстати вот этот ветка видите она как-то выбивается практически зеленая надо будет ее обрезать да и обрежу я наверное даже ну вот так вот полностью и и потому что он весь такой яркий пестрый а это вот прям выбивается как что-то лишнее выглядит в общем он у меня стоит в основной оранжерея скажем так да ну вы поняли и все ну и все стоит и стоит среди кучи других растений вот очень очень интересный у него листики они такие во первых они очень яркие пестрые они не повторяются они все разные у него неровный край он такой как бы волнистый смотрите да и вот это вот в рига она у него еще такая посмотрите как будто точками тоже очень необычно в общем интересный он растет чуть медленнее чем предыдущий твитвайн но но тоже хорошо растет ну вот и оба облетает вот он прям не простил мне пересушку решил сразу показать свой характер да ну ничего я его полил и вот они уже молодые листья вот посмотри какой красивый лист такой пестрый пестрый так тут у меня от хой цветы на него уже приземлились ну в общем я им очень очень доволен он мне очень нравится вот именно своей такой необычной листвой так ну давайте посмотрим следующий так фикус шривериана такой видите какой яркий пестрый вообще необычный листья у него конечно такие крупные должно вырасти вообще по идее дерево это не запланированная покупка да мне кажется у меня вообще 90 99 моих покупок процентов они вообще все не запланированы все как-то покупаются спонтанно в основном но может быть это неправильно но так мне интересно зато никогда не знаешь что появится следующее а тут раз увидел или и принял решение что надо ну конечно надо очень красивый необычный неприхотливый уже вырастил такую достаточно полноценную макушечку из трех листиков домашний да я его приобрел не так давно весной по моему до этого года ну и уже его пересадил обрабатывал уже от клещика даже хорошенький посмотрим как зиму будем с ним жить в любом случае в обзорах зимних да я тоже его буду показывать вот и мы обязательно будем наблюдать за ним вот такой вот он не крупный это пока ну и конечно куда без него это вообще звезда моего канала это фикус триангулярис свиту вот такой вот варигантный у него белая варигантность да очень красивый необычный капризный товарищ первый год мы с ним вообще не ладили он у меня облетел такой лысый стоял потом потихонечку вы знаете потихонечку начинал начал обрастать вот оброс вырос в два раза прям так прибавил очень сильно то что увидите от пола около больше метра чуть выше метра и где-то сантиметров пятьдесят наверное я еще срезал макушку так ведь вот тут пень большой это у меня видите срезал я вот вырос вырос очень сильно но куда мне это огромное такое дерево до 6 поэтому это просто уже была необходимость конечно же у меня помещение не позволяет комната выращивать каких-то гигантов поэтому вынужденная такая процедура ну это ему пошло только на пользу теперь он у меня начинает и вшире немножечко разрастаться но все равно я буду его сдерживать стрижками вполне вероятно что может быть даже омоложу не знаю хотя я и знаете видел как фикусы жестко стригут ранней весной там вообще просто оставляют какие-то там 20-30 сантиметров буквально от земли а всю остальную вот эту зеленую массу вообще удаляют очень я видел как люди жестко стригают ну надо кстати посмотреть поизучать этот вопрос если кто-то знает про обрезку фикусов вот именно из своего опыта было бы очень интересно почитать поделитесь в комментариях как вы это делаете не так давно я заказал себе coconut крем потому что в телеграме в моем на моем канале телеграм возник такой спор про него как раз таки из-за моего видео где я не имея вот этого фикуса предположил что это вполне возможно что может быть фотографии одного потому что ну встречаются встречаются очень похоже во первых листья да конечно форма цвет очень похоже но мне сказали что они разные я пока судить по такому размеру не могу мне нужно посмотреть по наблюдать за ним как он себя будет вести как он будет расти говорят что у него с возрастом листики становятся более темные форма в принципе она практически идентично идентично да и мало но отличается друг от друга потому что что на этом фикусе разная форма листья встречается что на этом поэтому это все знаете белыми нитками шита я имею ввиду вот про про форму листьев когда вот опираются именно на различия в этом направлении да что вот форму разные ночью пони что хотел донести так вот такой вот кустик купил почты мне приехал уж и распаковку показывать не стал думаю покажу отдельно в этом самом обзоре для фикусов в общем он у меня видите тут три листика начали портится но также начал наращивать новые листья это значит что корневая система у растения запустилась и вроде не говорил я его пересадил да он у меня в новом грунте в моем домашнем думаю что если листья растут значит заценил но на меня стоит под искусным освещением ну будем наблюдать в любом случае чуть подрастет обязательно скажу свои впечатления да ну и посмотрим поизучаем разницу между ними там пока что но вот в таком виде мне сложновато оценить давайте я вам вот так вот покажу их вместе а вы напишите в комментариях насколько они разные вот еще вот так давайте посмотрите да и напишите в комментариях ваше мнение так интересно интересно послушать потому что мне не разделилась но я знаете подсветил вот этот фикус да белым освещением и желтым и он выглядел вообще по-разному поэтому но не имея другого другого я сделал такой вывод ну в общем есть он у меня будем с вами наблюдать так ну и посмотрите как они все выглядят вместе дружно такая компания пестрая вот этот конечно вырос крупный такой у меня форариум высота его метр по-моему метра чуть больше блин я уже забыл короче так ну вот видите он выше него но был он еще выше он еще выше был говорю то есть я достаточно крупную от него отпилил так что я хотел бы рассказать про эти фикусы кстати кто не знает фикусы вот такие как бенджамина особенно да триангуляри ой триангуляции вот этот вот керли а их можно выращивать как бонсай их можно им можно придавать их можно во-первых плести разными там косичками ну лучше брать конечно молодые побеги для этого до укореняются очень легко очень легко укореняются взяли вот такую маленькую веточку отрезали сок смыли смыли под проточной водой и поставили в водичку все корни появляются у меня появляются очень быстро в течение двух недель уже вот у таких вот маленьких появляются корешочки более такие знаете древесные если брать черенки черенки да если вот такое уже деревце скажем чуть дольше образовываются вот поэтому я стараюсь брать чуть меньше не в плане экономия вот плане того что лучше и быстрее укореняется потому что если взять вот такое дерево спилить то это будет очень долго и вполне возможно что вообще она все был сидит и у меня такое дерево однажды не укоренилась я нашел на помойке принес попробовал чисто ради эксперимента снимать не стал показывать но у меня ничего ничего хорошего такого из этой истории не получилось поэтому рассказываю то что то что у меня было если у вас удачный опыт укоренение вот именно таких толстых толстых толсто стебельных черенков расскажите нам нам всем очень будет интересно почитать в комментариях вот и напишите используете ли вы какие-то укоренители при укоренении вот именно фикусов нет я например не использую я укореняю в воде потом сажаем маленький стаканчик ну и все дальше дело пошло только успевай пересаживать да потому что ну вот эти товарищи прям так быстро растут такой прям пушистый хороший но вот это видно жизнь потрепала но он он оброс кстати говоря это он еще вопрос а то был прям совсем такой грустный а вот эти вот веточки еще видите они живые но не обросли пока еще так про про размножение я рассказал вредители это клещик в основном еще какие могут быть проблемы но вот листья могут осыпаться у меня осыпаются листья вот у него у него да у этого могут осыпаться принципе я думаю что они так реакция у них у всех одинаковая но это в основном на реакция на пересушку вот у меня пересушка холодный сквозняк переставили куда-то да вот где растению было хорошо у него было равномерное освещение может там сквознячок был но он к нему как бы привык адаптировался а вы взяли резко переставили где там на пару-тройку радусов поменьше и сквознячок сильнее ну вот и сразу реагирует реагирует сразу на концентрированные удобрения я думаю точно так же среагирует если удобрить вдруг поэтому тоже будьте осторожны такие они прям нежные в этом плане ну ладно вы уж не бойтесь а то я сейчас вас запугаю ну вы посмотрите только какой пестрый ну в общем блин они просто супер классно вы посмотрите какие пестрые я что понял мне зеленые как-то особо не нравится мне вот именно нравится фикусы пестролистные поэтому вот я такие себе и собрал эти у меня вот пять штук их ну и они все такие вот пестрые разноцветные такие яркие броски они прям ну пятна пятнами то есть я имею ввиду выделяются в коллекции прям сразу видно во-первых доступные растения во вторых очень гибкие с ними легко работать их с ними легко раз их легко размножать их легко все с ними делать легко и они кстати прекрасно растут при искусственном освещении поэтому это тоже очень достаточно такой весомый большой плюс для тех у кого очень много растений да вот как у меня например 5 стеллажей туши света вот кстати вчера один из них помыл наконец-то осталось еще четыре пожелайте мне удачи хотел записать концовку но вспомнил что не рассказал про грунт для этих растений я использую свои остатки сладкий это биолан для этих фикуса потому что этим растениям все-таки нужна земелька пожирнее добавляйте туда биогумус перегной чик очень хорошо будет этим растением также делайте вот воздух водопроницаемый грунт что обязательно чтобы он был рыхлый чтобы вода сверху в горшке не застаивалась очень хорошо впитывалась и равномерно по всему грунту распределялась мох использовать можно ну очень очень осторожно и в небольших количествах лучше возьмите речной крупный песочек подсыпьте его и будет вам и фикусу счастье ничего сложного в принципе эти растения могут расти в любом грунте маленькие череночки я сажаю чисто верховой торф и все и все так что друзья выращивайте фикусы но это же просто красота нереально вы посмотрите какие они классные очень красивые растения необычные интересные пестрые яркие просто обалденный так у кого нету фикусов срочно заведите себе ладно я шучу конечно не буду вас соблазнять на эти растения если у вас нет хочу вас всех поблагодарить друзья спасибо вам за то что подписывайтесь за то что ставите лайки комментируйте смотрите спасибо вам большое отдельное спасибо хочу сказать всем кто меня поддерживает на бусте спасибо вам огромное огромная вам благодарность от флора мэна спасибо большое кто хочет поддержать меня на бусте ссылочка будет внизу в описании к видео также добавляйтесь другие социальные сети потому что youtube все равно всплывают новости про его блокировку поэтому добавляйтесь чтобы не потеряться будем вместе до новых встреч друзья пока пока